Вес засчитан. На грифе прибавляются блины и уже следующий претендент на победу в своей категории готовится к рывку. В Бобруйске до 27 апреля проходит первенство Республики по тяжелой атлетике. 150 лучших юниоров страны до 20 лет из шести областей и Минска выкладываются на полную. Турнир – своеобразный экзамен, по итогам которого тренеры национальной команды будут принимать решение, кого включить в состав сборной Беларуси. Причем, по словам председателя Федерации Михаила Рабиковского, достойных кандидатов достаточно. У нас вчерашний Тихонцов Евгений, вчерашний юниор, он в прошлом году еще выступал по юниорам. В этом году вы видели все, он уже стал чемпионом Европы по взрослым. Естественно, и был вторым на чемпионате мира на Европе. Так что отбор мы ведем правильный. И хотелось бы, чтобы таких, как с концов и как девочки, найти нам здесь хотя бы с десяток таких. От техники исполнения до взятого веса. Жюри оценивают каждый элемент. За соревнованиями следят и тренеры национальной сборной. Присматриваются к спортсменам и помечают фамилии. Я думаю, что кто-то из них в будущем будет выступать на международной арене. Бобруйск уже не первый раз принимает подобного уровня турниры. Эксперты отмечают, в нашем городе есть все, чтобы максимально комфортно провести соревнования. От гостиниц до расположения зала. К тому же здесь выросли многие чемпионы в тяжелой атлетике. Из самых ярких Дарья Наумова, которая взяла золото чемпионата Европы в грузинском Батуми. Буквально вчера девушка получила награду из рук главы государства Александра Лукашенко. 19 медалей, из них 8 больших. Поэтому и отмеченным было командом наше выступление и президентом нашей страны, где вчера состоялась встреча нашей команды. Вот Александр Егорович наградил Дарвиновому заслуженный мастер спорта. Также Валерий Егорович единок награжден медалью за трудовые заслуги. Тяжелая атлетика не включена в программу вторых европейских игр. Тем не менее, глава Тяжелоатлетического союза Беларуси отметил, что будет переживать за национальные сборные других видов спорта, а также пожелал им вдохновиться выступлением тяжелоатлетов в Батуми и повторить этот успех уже на континентальной олимпиаде, которая состоится в Минске с 21 по 30 июня. Евгений Юшковский, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.